Здравствуйте, дорогие зрители! Опять мы о своём, о сплетнях, о новостях всяких голливудских. В общем, у нас тут много чего. Поэтому саживайтесь поудобнее и приготовьтесь. Я лично уже очень удобно сижу. Я рада за тебя. Спасибо. Надеюсь, ничего не жуёшь? Нет, но могу. Не сомневаюсь. Ну ладно. Так, начнём с Джорджа Клуни. У нас новости-то какие про него? Значит, наш красавец решил, что после женитьбы на адвокате актёрской карьеры, это уже этап губы. Да вы шо? Да, и поэтому он решил, что надо заняться политикой. Ага. Ну, он что? Хочет он пойти в губернатора штата Калифорния. Ага. От демократической партии. Вау! Ему шо, Лавры Шварца покою не дают? Шварц-республиканец. Да, один хрен. Актёр-губернатор. Нет, самое главное, что, ну что, было уже два актёра у нас. Смотри, Шварцнеггер был у нас губернатором, да? Калифорнией уже. Да. Калифорния, кстати, чуть не обанкротилась начерта. Не-е-е-е. Ронед Рейкон был у нас сначала губернатором штата Калифорния, а потом был президентом. Поэтому, я думаю, может, Джорджик подумал, что он и президентом может быть. А он должен посмотреть на ещё одного бывшего актёра, который тоже весьма-весьма скверно кончил. Это кто это? Евдокимов. Ой. Вот вы кто? Ну, это ж не Россия. Какая разница? Ну, так понимаешь. Это говорит о том, что это тенденция. Нехер делать актёру губернатора. Ничего, Шварц жив, Рейган был жив вполне. А, да, ну ладно. Ничего, 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 всё хорошо. Говорила. Я так понимаю, что такую импозантную внешность надо использовать. О, е-е-е. Представляешь, выходит он так и говорит... У него ещё жена будет адвокатеса, это вам не хохры-мохры? Так вот потому, я тебе говорю, это всё взаимосвязано. Жена адвокат и, пожалуйста, политика. Была бы жена актриса, что-нибудь другое бы придумали. Это и очередной фильм, дешёвенький. Да уж, режиссировать. Ага, 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 ага. Бо уже давно не снимается. Ну, теперь будет на экранах всё время мордой хлопотой. Хрестим, золотая рыбка. Ага, вот у нас другая новость есть, значит, про Ому Турман. Ну, новость, как бы, она ещё на Каннском фестивале это всё появилась, да? И люди сказали, как это, чё это? Оказывается. Утурнилась окончательно? Да. Короче говоря, она таки бросила своего жениха по имени Урпад Бессон. Два раза она его бросала. Ага. Вот. На этот раз она его бросила, потому что между ними, значит, большое расстояние. Он в Нью-Йорке, она там ещё где-нибудь снимается. Но на самом деле люди говорят, что ничего подобного. Дело вовсе не в этом было, а в том, что вот... Забладала любого... Любого, любого, любого... Квентину Тарантино. А, да? Да. Ну что, он же её снимал... Квентину Тарантино. Он же её снимает очень давно. Он же её ещё в Pulp Fiction снимал. Потом это у Вить Билла. Один-два, да? Ага. Он, слушай, этот мужик, его зовут Виталий Сидюк. Короче говоря, там история была просто потрясающая. Была премьера фильма «Малефисент», где Анжелина Джоли снималась. Ну вот. Ну и, в общем, там стояли «Красный коров дорожка», Джоли с Питом идут, а этот из-за ограждения как выпрыгнет. И, короче говоря, упал на колени, пытался прижаться к Брэда Питовской ширинке, простите меня. Он ещё ушёл. Этот Брэд говорит, я сразу вступила на шаг, но парень схватил меня за ласканый. Потом этот полез своим лицом в мою промежность, и я два раза ударила его по затылку. Ну правильно. Говорит, мне не там заниматься. Но не за все силы, а для того, чтобы привлечь его внимание. Он меня отпустил. А потом, говорит, парень, вцепился в меня, когда его скрутили телохранители. И когда, значит, они его крутили, да, он протянул руку и схватил меня за очки. Бедолая. Но зато этот голубой привлёк внимание всей общественности. Так он не в первый раз это делает. Он работал на украинском канале 1 плюс 1. Кстати, после того, как он такую штуку проделал с Леонардо Ди Капри, его с канала уволили нафиг. Ну он теперь решил, что он раскинется к Брэду Питта, так я теперь его обратно возьмём, да? Не знаю. Ну в общем, короче, у него такой эпизод был с Брэдли Купером. О боже. С Леонардо Ди Каприо. Совсем мужик, больной на голову. С Уиллом Смитом он целовался в Москве. Бедный был. Да. Слушай, он тоже по морде дал, кстати. А ещё он залил в каннах под юбку актрисе Америки Ферери. О боже мой. Не, ну что за больной человек, а? Больной, больной. Но он пранкер. Пранкер, ну знаешь, да, это течение, когда они звонят по телефону, да, и провоцируют на скандал. И когда они какие-нибудь вещи публичные делают. Он пранкер классический. В общем, его приговорили к 20 дням исправительных работ. Короче, тролль он. Да, он тролль, да. Трем годам заключение условно. И обязали в течение года консультироваться у психиатра. Класс. И ещё, и ещё запретили приближаться к голливудским звёздам. Ну ничего, есть же ещё российский, украинский. И французский. Конечно. У него вся Европа впереди. Проблем-то каких. Вот. Ну, чтобы подсластить эту пилюльку, у нас, значит, так сказать, приятная новость уже про вторую половину этой бронжелины. Слушай, ну, ты мне лучше про вторую половину не напоминай, потому что я эту сволочь терпеть не могу. То, что она сейчас делает со своими медицинскими заскоками, ей не титул дамы надо дать, а её застрелить надо, падлу. Не, ну, ладно, она получила титул-то за свою гуманитарную деятельность. В общем, она действительно очень много делает. Не знаю, что она делает. И она как посол Доброй Воле. Что она гадит, я вижу. Ну, ладно. Я, как бы, к ней отношусь совершенно нейтрально, потому что мне она как актриса не особо нравится. Ну, да, ну и есть. Ну, вот Елизавета Вторая решила, что надо дать ей титул. Но у Елизаветы уже с головой, бобо, старая она уже. Нет, тут самое главное, это интересно. Она же американка, да, она не англичанка. Поэтому она не будет иметь право к своему имени вот эту приставку леди. Леди Анжелина, она не сможет называться. Это только для англичан. Слава Богу, какая из неё леди? Леди, может быть. Но леди-ка никогда. Но зато мой любимый актёр Дэниел Дэль Юис получил таки этот рыцарский титул, и теперь он может сэр Дэниел называться. Вот кого люблю, того и люблю. Ва! Сэр Дэниел! Замечательный актёр. Сэр Льюис! Ну что, он прекрасный актёр, замечательный. Я его ещё с этой невыносимой лёгкости бытия обожаю. Нет, он хороший актёр, он чё верно-то верно. Отличный. Отличный. Вот что? Отличный, Сандра Баллок. Да, Сандра Баллок. У нас тут посторонний в её дом проник, напугал её до смерти, она спала. В доме никого не было, кроме неё и её приёмного ребёнка. Ага. И представляешь, и как он туда пролез, вообще непонятно, потому что там колючая проволока везде. Камеры слежения. Камеры слежения везде, как вообще туда кто-то смог забраться, это вообще очень интересно, да? Я тебе скажу, как это делается. Колючая проволока никого не пугает. Это делается примитивно. Притаскиваешь по дому два матраса. Ага. Элементарно. Накидываешь один с одной стороны, другой перекидываешь в другую. И спокойненько перебираешься. Ну тогда нужна пулемётная вышка. Вот это надо. Которая срабатывает на малейшее движение. Да, компьютер, который пулемётную вышку, как пулемёт этот с вышки, врубает, когда надо. Да. Чего он хотел вообще, этот придурок, абсолютно не ясно. Не то он её грабить хотел, не то он тоже по следам этого сидюка пошёл. Протроллить бедную актрису решил. Непонятно совершенно. Не, а что там у неё с личной жизнью? А, ну, она после развода со своим придурком-то, этим, рэпером, который я изменял, она стала встречаться с актёром Крисом Эвансом. Подожди, он же пацан. А? Крис Эвансом же пацан. Ну и какая нам нынче разница? А, понятно. Ты панен. А теперь расскажи мне, что там с бедным Харрисоном Фордом случилось? Что-то я такое странное слышала. Он что, снимается? Он снимает сейчас очередное обезудие «Звёздных войн». Ну и там в процессе съёмок гидравлическая дверь всё более-менее как благополучно. Ну, в смысле, ампутации не надо. Судя по современным тенденциям, ты ведь не... Да, отчикивать всё, что можно, да? Будут отчикивать надо, не надо. Доктор Кралл в морг. Значит, в морг. Снимать будут только верхнюю часть. Только до пояса. Потому что ниже у пациента гипс. А писать нельзя было, как он на гипсе скачет, как о кинолошади? Ой, не знаю я. Ну, в общем, короче говоря, новый эпизод «Звёздных войн» стоит этих жертв. Интересно бы посмотреть, что он там будет делать. Потому что престарелый хан Соло — это нечто. Да, это будет фантастико. Я ещё принцессу Лею эту престарелую бы показала. Да ладно с этими престарелыми актёрами. Ты вообще знаешь последние сведения, Хохмэй? Хочешь, расскажу? Это вообще отпасть можно. Ну, то, что Шварценеггер будет сниматься в следующем фильме «Терминатор», ты в курсе? Нет. Нет. А теперь ещё лучше. Лейтенант Рипли появится в следующей картине про Чужого. Ага. Ой. Ага. Вот представьте. Подожди. А сколько ели-то уже? Ой, не знаю. Под 80. Я не знаю. Ой, блин. Аж это... Взову дыхание не спела. Как её? Блин. Вот, вот, вот. Как её? Я забыла, как её забыл. Ой, сейчас, подожди. Я даже минеть не буду. Я надеюсь, там-то её уже сожрут. Не знаю. Не знаю. И, кстати, в «Терминаторе» будет сниматься и Майкл Генн. Мои вам поздравления. Так что у нас, у нас, у них, у них будут выползать старые хрены, а у нас будет о чём поговорить. Я тебе хочу сказать, что старые хрены хотим бы играть могут. Вы же эти молодые хрены. Они мало того, что страшные, они ещё и играть на черта не не могут. Ну, ты знаешь, судя по последним фильмам Шварца, да, играть он так и умеет. Вот, я про то и говорю. Вот, и... А зато я смотрела последние фильмы этого датчанина, блондина мощного, который весь из себя долг лунгрен. Ой. Какой Параши он стал сниматься? Мама... Да и слушай, ты Параши снимался. Не-не, ну почему? Были картины у человека, а тут пошла Параша редкая. Фу, Икса. Не. Он мало того, что стал вообще страшен невероятным, так ещё и фильм. А Ван Дамм, что лучше, что ли? Ван Дамма жалко. Ван Дамма... Тихо этого нет. Нет. Нет? Я тебе объясню, почему. Потому что Ван Дамма поимел его агент. Ну. И поимел так, что Ван Дамм остался ненужчим. А у него, извиняюсь, есть за что платить и много. Ну, да, он, конечно. Понимаешь? И он плюнул на то, что он, в общем, не сильно здоровый мужик, пошёл сниматься куда угодно, лишь бы не сесть в долговую яму и не уронить туда детей и жену и всё. А у Лундгрима всё, в эссадер, всё нормально. Хули он снимается в этих... Не знаю, что это за... Я даже не знаю, какого уровня это фильмы. Ну, говорят, там, третья категория, четвёртая категория. Это уже 25-я. Только на ВХС. Понимаешь? Это уже фильмы, которые выходят только на этих дисках. Потому что их никто нигде не смотрит. На дисках тоже может быть всякое. На дисках может быть такое, что без слез нет, меньше. Бывает, что... Блокбастер, он может потом выйти на диски, но это блокбастер. Он сначала выйдет в кино. А эти фильмы, они экрана не увидят, они так и дохнут на дисках. Ну, что-то он получает. А, и черт его знает. Вообще, я не понимаю. Конечно, получает. Бесплатно они не работают. Ты понимаешь? Ну, это понятно. Не работают. О, кстати. Давай я прорекламируюсь. Чё, жалко, шо я. Прорекламируешься. Вот. Типа, моя кинешка перерабатывается в сериал. Ухуй, бхалюбуй. Бат. Ой. Yes. Ой. Да, вот так. Ой-ой-ой. Вот так вот. Вот. Ладно. Пойду переживать. На сегодня всё. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.